Всем привет, Панкрас на связь, за кадром у меня вновь веселый ниндзя. Ниндзя привет! Привет, пацаны! И мы продолжим пробивать дно Бристолевского масс-маркета. Сегодня у меня на обзоре такое пиво с каламбурным названием Каролингер. Погнали! Кстати, вы знаете, что завтра, 5 декабря, будет всемирный день ниндзя? Представляете? Представляете? А теперь давайте обратимся к пивасу. Пивас, почему каламбурный? Да потому что вот эта вот самая торговая марка Каролингер принадлежит какой-то очередной российской компании. И, насколько я понял, пивоваренная компания Оттингер, которая варит данный пивас, варит его специально для России под всем вот этим вот немецким понтом. По поводу каламбуризма я задал вопрос веселому ниндзя, говорю, как переводится? Что это такое за название, что оно обозначает? И давайте послушаем это все из первых уст. Что, уже можно начинать? Да, говори. Каро – это бубна. Бубна. А ингер – это как бы ингск, ну, как принадлежность. Бубновы. Ну, а там буква «Л» еще непонятно, что делает, как бы она туда... То есть как-то явно перевести название этого пива нельзя? Наверное, это какой-то город Каролин, и это его Каролингское пиво. А есть такой город Каролин? Я не слышал. А можешь загуглить? Давай загуглю. Мы просто с ниндзей по поводу этих названий, когда дискутировали, придумали тоже отличные названия. Кунилингер. Кунилингская. 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 Да, сегодня у нас опять такая классическая немецкая четверка. Это Лагер, это Пилснер, это Хеффи Вайдсен Бир и Дункель. Ну чё? А Каролин – это витаминно-минеральные препараты для животных. Это каротин и так далее. То есть города такого нету? Ну, вообще для коров применяется. Для повышения продуктивности животных, короче. То есть можно предположить, что в честь витаминки. Витамингер. Витамингер. Ну, на самом деле вот этот вот каламбуризм и какой-то такой набросок чего-то немецкого – это достаточно забавно. То есть как ты говорил эти и будут крести? Кройц. Кройценлингер. Кройценлингер. Ну там, можно вообще… Херценлингер. Херценлингер. Такую, знаете, всю мазь такую сделаю. Всё. В общем, давайте приступать. Посмотрим, что это за такая интересная история из Бристоля и насколько она вообще питейна. В общем, пока я ходил за бокалом, ниндзя порылся, значит, в своём телефоне. Посмотрел, что города Королин. Такого нету. Но есть немецкая фамилия Королин. То есть это вот как, типа, как панкратское пиво. Типа того. Ну, это, конечно, такое, знаете, на мой взгляд, притянутое за уши. Ещё вот тут такая прикольная обозначение, что импортировано из Германии. И чисто формально оно действительно импортировано оттуда во. Но, насколько я понимаю, сделано специально по заказу для российского рынка. Импортер и организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий, является Bristol Retail Logistics. Что такое Рахрстат? Что? Вот это вот что такое за надпись? Где? Вот рядом с лагерем. Это Рурштат. Рурштат. Ну, это Рурштат, это город такой. Рурштатское лагерь. Забавно. То есть чувак с фамилией Королин из Рурштата. Ну, давайте будем открывать и посмотрим, что там внутри. Специально себе долёвку вы, потому что первые глотки после работы с пылу, жару, приморозить. Это же хорошо, поэтому налил побольше. Что имею сказать по поводу того, что находится в бокале. Светло-золотистый напиток с небольшой пенкой, крупнопористой. Да? Давайте понюхаем. Пахнет достаточно стандартно и отнюдь не отвратительно. Такое вот прикольное сочетание салатка с хмелем, которое своей освежающей прохладой врывается в носопырину. И даёт, по крайней мере, первичные ощущения, достаточно приятные. Давайте попробуем. Что касаемо вкуса, то незатейливое, я хочу вам сказать. Но при этом достаточно чистенько. Приятное. Нормальная СО2-очка, чувствуется хмелёк. Всё кажется спокойненько. А вот за те бабочки, за которые продаётся эта баночка, если я не ошибаюсь, в районе 60 рублей. 60 рублей на минуточку. Вполне себе употребимо. Особенно если оно холодненькое. Особенно если им очевидно примораживать мозги. Да, нет у меня никаких претензий. Претензий к данному лагеру. Поскольку это тупо классический, понятный, спокойный лагерь. Без краеугольности, без неприятного остатка. Без всего того, что в принципе в лагерах быть не должно. Тут разговаривать много, опять же таки, не о чем. Поскольку это всем достаточно понятный напиток, который пили неоднократно вы. И, собственно, заострять долго на нём внимания, я считаю, не нужно. Просто пить можно. Пить можно. Пить можно с удовольствием, если оно холодненькое. И вообще никоим разом не задумываться о глубине вкуса данного напитка. Просто лагер. Просто чистенько. Просто СО2-очка. Просто вливаешь в себя. И всё. Как-то так. Давайте пойдём дальше. Ну а дальше опаньки, как неожиданно. Дункель решил я тёмненьким продолжить. Забавно, что здесь вот даже какую-то эмблему они придумали. Слышь? Какой-то вот замок здесь изобразили. Карл Лингер. Но торговая марка принадлежит россиянам. Поэтому, возможно, это чья-то дача на Рублёвке. Может, это русские немцы? Русские немцы. Теория заговора. Открываем. Кстати, надо сказать, что вот эта штука налилась поинтереснее. Даже с такой пеночкой рельефной. Ну, непосредственно то, что в бокале, это прям чефирчик такой. Тёмный-притёмный. Он даёт даже такой рубиновый отлив. Но, тем не менее, на свет софита просвечивается. Давайте понюхаем. Ну, в принципе, сладковатый обожжённый солодок. Вот, собственно, всё, что я отсюда выпасаю. Пока место, по крайней мере... Давайте сейчас пеночку мы спадём. Ну да, по сути, такой аккуратный, лёгкий намёк на вот этот вот обожжённый солод. Жёночка и салачинка. Без претензий, но, тем не менее, ничего отвратительного я тоже здесь не вижу. Пробуем. Достаточно просто. Вообще непонятно, незаметно и легко. Чувствуется, как я уже и сказал, на конце вот эта вот солодовая жёночка. И всё. Он мягкий какой-то, воздушный. Совершенно незаметный, пролетающий в желудок. Но, тем не менее, у меня нет личного ощущения, что я пью какую-то воду. То есть, некий характер у данного напитка всё же есть. И вот этот вот самый характер в своей незамысловатости, наверное... Ну, это, наверное, фишечка такая его какая-то. То есть, мне кажется, такой женский вариант. Знаешь, кто не любит какое-то горькое пиво, а любит тёмное и не такое насыщенное, в некоторой степени сладковатое, то вот это, как мне кажется, оно самое и есть. Здесь такая же нормальная абсолютно СО2-ха, которая дополнительно помогает раскрываться вот этим всем тонам на послевкусии. Но прикол в том, что они раскрываются именно на послевкусии. То бишь, когда этот пивас влетает к вам в рот и лопается с пузырями СО2-хи, то вы изначально чувствуете некую просто такую лагерную освежающую сущность. И только потом вот эта вся жёночка немножечко раскрывается, давая понять, что перед вами Дункель всё-таки. В остальном понятный, ровный, спокойный проходничок. То есть, опять-таки, за свои деньги очень себе даже неплохо. Я тоже на нём не буду долго останавливаться. Давайте залпанём и пойдём дальше. Мишанинку вот такую я замутил. И сейчас беленькая баночка на повестке. Пильснер. Пильснер премии УМ. Я чё-то не говорил про ТТХ-шки. Не знаю вообще, нужно ли это говорить. Вы и сами прекрасно знаете все характеристики лагеров. Дункельных, фивайцинов и так далее, тому подобное. Как правило, это всё в районе 5% алкашки. И, собственно, чё? Давайте открывать. Смотрим. Ну, глаз зачесался. Здесь достаточно, ну, можно сказать, практически такой же приятный оттенок, как и был в лагере. Единственное, на мой взгляд, он более золотистый. Такой, знаете, в цвет шампанского даже какого-то. Учитывая особенно вот эти вот самые пузырёчки, которые бегут со дна бокальчика кверху. Белоснежная пенка, небольшая, но, тем не менее, белоснежная. Давайте понюхаем. Как-то непонятно. Сначала мне показалось, что даже какой-то намёк на алкашечку выпирает из данного запаха. Но, когда оно подустаканилось, в общем-то, на поверхности... Да нет, чёрт возьми, меня всё равно не покидает ощущение, что как будто некий намёк на серьёзность выпирает из данного бокала. Он мешается вот с этим сводово-хмельным ароматом. И прибавляет, ну, какую-то такую таинственную, знаете, когда не знаешь, чего ждать от этого напитка дальше. Как будто какой-то креплённый лагерь. Вот так вот он пахнет. Вот эти креплённые лагеря, особенно Лайон какой-нибудь, который я пробовал когда-то. Они тоже вначале выдавали лишь такой намёчек. Намёчек. Но, когда ты его глотал... Ох, чё-то я себя прям настроил. Не знаю, ниндзя там уже его несколько раз залпанул, и вроде ничего, нормально. Но, может быть, всё и хорошо. Давайте попробуем. Ну, вы знаете, с одной стороны вроде ничего. Но, как на мой взгляд лично, хотелось бы поменьше сладостей в этом пилснере, чтобы хмелёк был более сильным, более явным, и не в обрамлении вот этой всей такой достаточно явной, сильной и понятной сладовой сладчинки. Из-за неё как-то несколько мешается понятие вкуса у данного пива, и, если честно, мне он кажется в некотором роде сумбурным. Потому что вроде понятны все составляющие, но, тем не менее, сотканы они в одно, соединены каким-то странным образом, когда одна компонента мешает другой компоненте. И плюс ко всему прочему, вот это вот самое ощущение серьёзности, на мой взгляд, продолжается и во вкусе. И ощущение напитка целостности, ощущение напитка как такового нету. Вот я бы больше одной банки подобного выпить бы не смог. Мне в данном случае лагерь понравился больше. Да. И такое сочетание прям на самом деле не моё. То есть, если бы это было прям реально охлаждено-охлаждено, можно было бы, не задумываясь ни над чем, залпануть, влить и забыть. Но вот так вот, как делаю я, посидеть, почмокить, почмокать, пораскладывать, ну, мне кажется, это совсем не тот вариант. И данный пилснер меня не радует. То бишь, из этой троицы, которую я сегодня попробовал, во второй раз вот этого дела я точно не куплю. Идём дальше. Ну и заканчивать сегодня мы будем пшеничкой. Пшеничкой. Happy Whites and Beer. Натюртрюб. Натурально мутный пивасик у нас. По алкашке здесь то же самое. 5% обиве. И банка практически такая же, только отличается по цвету. Открываем. Ну и посмотрим, посмотрим. Кстати, вот когда я наливал бокал ниндзи, там, конечно, всё покрасивее налилось. Потому что бокал понятный, пеночка такая симпатичненькая. Что касается моего грязного бокала, да, то, ну да, здесь такой мутничок. Но это, знаете, совсем не цитрусовые, цветочно-цитрусовые мутнички, которые меня радуют в пшеничках. Пшеничках это, ну, такое жёлтое и мутное. Ну, жёлтое, прям такое жёлтое и мутное. Не цитрусово-жёлтое, а просто жёлтое, как-то моча с утра. Запах божественный. Божественный? Божественный. Давайте я тоже прикоснусь к этой божественности. Ну да, запах понятный, простой, бананчик такой, лёгкий, округлый, хорошо, сладковатый, прекрасно заходящий. Да нет, к запаху у меня особых претензий нету. Это всё так... Всё такая же лёгкость, которая меня в пшеничках радует. Без каких-то нареканий. Попробуем. Слишком водянистый. Вот даже для меня слишком водянистый. Несмотря на то, что я люблю такие лайтовые пшенички, но здесь прям как-то слишком даже для меня водянистенько. При этом, как бы, общая пшеничная направленность чувствуется. И, наверное, это пиво можно порекомендовать только тем, кто, в принципе, любит пшеничный вкус. Но то же самое время хочет, чтобы это было прям совсем лёгкая пшеничка. То есть, такая сравнимая с лагерочком. Лагерочек такой с оттенком пшенички. Вот что-то такое. И я на самом деле... Ну, даже я на самом деле во второй раз бы такую пшеничку не купил. Потому что мне всё-таки нравится, когда она, ну, как-то чуть понасыщенней. Понасыщенней в целостности своего вкуса, в целостности направленности. Когда у тебя этот вкус длится от начала и до конца. А не так, что ты хопа в себя влел, через язык протекла эта пшеничка. И дальше ты уже на остатке чувствуешь прям, ну, водянистость такую. Прям явную водянистость. То бишь, для меня, ну, не знаю. Мне, в принципе, понравился лагер. Мне, в принципе, понравился думки. Прям такие понятные проходные вещи. За свои деньги отлично. Вообще, без каких-то вопросов и нареканий. А вот что касается Пильснера и Хэффи Вайцена. Ну, здесь надо, конечно, вкусовщину включать. Потому что кому-то понравится, кому-то не понравится. Лично мне не нравится. Потому что Пильснер был какой-то непонятный со всех сторон, со всех углов. А вот эта пшеничка прям какая-то слишком водянистая. При всем при этом пахнет достаточно приятно. То есть, ну, какую-то такую золотую середину каждый должен найти для себя. Если человек, не особо разбирающийся пшенички, зайдет в Бристоль, увидеть там эту банку и возьмет. И, возможно, он вообще даже не заморочится на тему его водянистости. Потому что во всем остальном, ну, достаточно чисто и понятное пиво. А с другой стороны, когда такой придурок, как я, зашел в Бристоль и вышел оттуда с двумя пакетами. У меня были два пакета, набитые пивом. Я когда притащил на кассу. Точнее, знаете, ну, у меня была полная корзинка, набитая пивом. И когда я ее притащил на кассу, тетка мне фасовала ее по двум пакетам. Вот таким вот. Она говорит, у-у-у, кто-то намешает сегодня. Я говорю, это на обзор. А она говорит, понятно, на обзор. На обзор. Ну, то есть, как-то так. По поводу вот этих двух остальных сортов у меня разошлись мои показания. Потому что с одной стороны вроде ничего, а с другой стороны не целостно, некомплектно и неполноценно. Вот неполноценно, как на мой вкус. В общем, такие вот дела. У меня на самом деле осталась последняя подборка из магазина Бристоль. Будет она, я думаю, в следующий раз или через раз. Потому что мне надо сделать обзор на пиво из города Воскресенск, куда я ездил, на пивоварню. И там этого пива много. И мне потребуется, наверное, твоя помощь. Я помогу, чем смогу. И поскольку это пиво, ну такое, как вы понимаете, живое, с пылу, жару, не хотелось бы, чтобы оно долго залеживалось. А то, что у меня стоит на балконе из магазина Бристоль, думаю, может там постоять еще недельку. В общем, такие вот дела. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Обязательно тыкайте в колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. В выпусках отмечайте, естественно, в комментариях. Не забывайте про мою группу ВКонтакте и, конечно же, про Инстаграм. Там бывает чаще. До новых встреч. Пока! И да пребудет с вами пиво!